Родители читают слух на ночь детям сказки. В транспорте люди слушают в наушниках музыку, в машинах радио. Представить образ героя, понять смысл песни или услышать новость можно. В этом нам помогает одно из пяти чувств – слух. Для слабовидящих это главный способ получать информацию. Уже больше 20 лет аудиокниги преимущественно алтайских авторов создают сотрудники библиотеки для незрячих и слабовидящих. Процесс звукозаписи не означает, что мы включили кнопочку и начали записывать книгу. Подготовительный процесс – это поиск литературы, поиск диктора, который по характеру, по образу жизни, по опыту, может быть, жизненному подойдет к этой книге. И создание атмосферы для того, чтобы диктору было комфортно работать с книгой в нашей студии. После того, как диктор найден, начинается процесс звукозаписи. Он может длиться от нескольких дней до недели. После звукорежиссер обрабатывает записи, накладывает музыку. В случаях, если записывается большое произведение, например, роман, работа растягивается на месяц. Шевелит бумажный змей, ходит без дорог, тоньше тени, легкий свей, летний ветерок, все руками задевает, всюду игры задевает. Галина Чумакова – актриса молодежного театра Алтая. Уже пять лет озвучивает книги для библиотеки. Помнит, как впервые записывала здесь стихи нашего земляка Роберта Рождественского. На самом деле я люблю читать, а если читать еще… Я люблю читать вслух. И тем более, если это еще кому-то потом, в будущем, интересно и необходимо вот именно такое прослушивание. Главное – услышать ошибки в процессе звукозаписи. Дикторам необходимо правильно дышать и интонировать. В этом тоже помогает звукорежиссер. Если вы хотите и умеете читать вслух, то вы можете попробовать себя в роли диктора. В библиотеке уже записывались актеры, писатели, студенты, школьники, предприниматели и журналисты. Я сейчас попробую прочитать несколько строчек. Чудесная страна. Как хочется, чтоб в дом вошли и лунтик, и смешарик. Раскрасить ночь в зеленый цвет и в розовую луну. Так хочется, так хочется надуть воздушный шарик. Взлететь на нем и улететь в волшебную страну. Библиотеку можно прийти со своим носителем. Специалисты загрузят на него одну из 140 тысяч книг. А в скором времени здесь появятся издания, подготовленные в рамках губернаторского гранта «Книги объединяют детей». Они будут сразу в нескольких форматах. С крупным текстом, рельефно-точечным шрифтом и аудио. А уже 3 декабря книги станут доступны для посетителей библиотеки. Алина Пенигина, Михаил Лифуншан. Новости.